Всем привет! Первая игра во франчайзе Alone in the Dark вышла в 1992 году. Эта игра считается родоначальником жанра survival horror. К этой игре было выпущено несколько продолжений, с последним из которых мы сегодня ознакомимся. Кстати, довольно странно, что это продолжение называется точно так же, как оригинал. Я конечно понимаю перезапуск франчайза и все такое, но могли бы добавить хоть что-то к названию, чтобы банально не было путаницы. Предыстории в игре как таковой нет. Мы играем за персонажа из первой части игры, что само по себе довольно странно, так как события первой части игры разворачиваются в прошлом веке. Главный герой просыпается в отеле, где его окружают незнакомые люди. При этом он совершенно ничего не помнит о своем прошлом. Чуть позже в отеле начинают происходить довольно странные вещи. Уже после прохождения первого левела складывается впечатление, что мы играем в Call of Duty в жанре survival horror. Вокруг постоянно что-то происходит, что-то взрывается, что-то рушится. Игра на самом деле очень зрелищная и кинематографичная, чего только стоит поездка на такси во время разрушения Нью-Йорка. Правда при этом назвать игру представителем классического survival horror тяжеловато, ибо мне она показалась совершенно не страшной. Происходящее на экране чаще напоминает какой-то экшн-фильм, а то и вовсе фильм-катастрофу. Отдельного внимания заслуживает интерфейс в игре. Разработчики пошли по пути минимизации элементов хада. Большую часть времени у игрока вообще отсутствует какая-либо информация на экране. То есть в игре нету счетчика здоровья, нету счетчика пуль, миникарты появляются только на определенных локациях. При этом разработчики сделали очень зрелищный и реалистичный инвентарь, но на мой взгляд не очень удобный. Также в игре у игрока появляется смартфон, интерфейс которого уже больше походит на классический игровой интерфейс. В смартфоне можно увидеть текущую миссию, посмотреть на карту, почитать сообщения. В игре есть вид как от третьего лица, так и от первого, за что я очень благодарен разработчикам, так как я являюсь поклонником игр с видом от первого лица. Но игроку не просто дали возможность выбора вида. Оба вида раскрывают различные возможности предметов. К примеру, огнетушитель от первого лица можно использовать по прямому назначению, а от третьего лица его можно использовать как большой тупой предмет для борьбы или выбивания дверей. С некоторыми предметами вообще отсутствует возможность включить вид от первого лица, потому по ходу игры придется использовать как вид от первого лица, так и от третьего. Управление в игре не очень удобное, не буду долго про него рассказывать, для примера скажу, что для того чтобы спрыгнуть с веревки, надо нажать клавишу принтскрин. Неудобство работы с интерфейсом также связано с не самым удобным управлением. К примеру, для работы с инвентарем надо использовать не только мышку, но еще несколько клавиш на клавиатуре. Сюжет в игре написан не для галочки, но особо увлекательным его назвать тяжело. Основным инструментом подачи сюжета являются достаточно хорошие катсцены на движке. А теперь перейдем к самому интересному, а именно геймплею. На мой взгляд, здесь разработчики выложились на все сто. Начнем с того, что у врагов в этой игре достаточно неплохая ишка. Они довольно умело умеют уворачиваться от пуль. Если вы находитесь в машине, могут выломать дверь и выкинуть вас из нее, или просто выбить стекло и дать вам по репе. Также враги умеют ломать двери и швырять различные предметы. Довольно забавно наблюдать, когда враги понимают, что вы представляете для них серьезную угрозу, и вместо того чтобы нападать на вас, начинают от вас убегать. Но основной интерес от боя с врагами заключается не в их интеллекте, а в том, что сам процесс борьбы с врагом наконец-таки был сделан интересным. Теперь к этому процессу надо подходить с воображением и использовать смекалку. Дело в том, что убить врага обычными пулями или холодным оружием в этой игре не получится. Окончательно убить врага можно только огнем. А это открывает в прямом смысле десятки способов нейтрализовать врага. Но при этом бои остаются интересными, так как в игре все очень хорошо сбалансировано. Для борьбы вы можете использовать элементы окружения. То есть, к примеру, вы можете взять стул, подержать его над огнем, либо подпалить любым другим способом, а потом швырнуть его во врага. Также в игре можно совершенно по-разному использовать различные предметы. К примеру, вы можете взять антисептик и полечить свои раны, а можете взять в другую руку зажигалку и использовать баллончик с антисептиком, как маленькие огнеметы. Также соединяя различные предметы, вы можете получить интересные вещи. Самое банальное, это использовать бутылку с горючей смесью, тряпку и зажигалку для создания коктейля молотова. В игре действительно приятно находить все новые и новые возможности для использования старых предметов и элементов окружения. В общем, на мой взгляд, в этой игре реализована самая интересная боевка с врагами, которую мне когда-либо доводилось видеть. Но интересная боевка не единственное достоинство геймплея. Большую часть игрового времени будут занимать решения небольших головоломок. Хочу сказать, что игра использует физический движок Havok, тот самый, который использовался в Half-Life 2. И тут разработчики воспользовались им на полную, особенно для построения головоломок. Все головоломки в игре не обучайно логичны, при этом они являются не слишком сложными и не слишком легкими, потому их решения доставляют удовольствие. Также некоторые головоломки имеют несколько решений. В общем, за реализацию игровых головоломок я однозначно даю 5 с плюсом. Также в игре присутствуют различные мини-игры, которые отлично вписываются в игру. Хочется сказать, что в игре в целом собрано просто огромнейшее количество отличных идей. Говоря о геймплее игры, я не могу не упомянуть один интересный факт. Дело в том, что в первой половине игры игрок идет по абсолютно линейному игровому миру. Во второй же части игры игра дает игроку абсолютную свободу перемещения. К сожалению, в игре не обошлось без багов, но все они не критичны и все не связаны с физикой. На этом, я думаю, можно подвести итог. Учитывая все вышесказанное, я бы должен был поставить игре отлично или как минимум хорошо. Но я могу дать только неплохо. Мне тяжело сказать почему, но несмотря на все достоинства игры, играть почему-то порой становилось достаточно скучно. Возможно, плохое управление мешало погрузиться в игру. Возможно, история была не достаточно увлекательна. Честно говоря, я не знаю. Тем не менее, любителям жанра настоятельно рекомендую к ознакомлению. Пользуясь возможностью, хочу сказать о том, что по вселенной игры вышло два фильма. Первый был снят увэболом, я думаю это говорит само за себя. Второй был снят другим режиссером, но на мой взгляд фильм получился ничуть не лучше первого. Поэтому я бы не советовал вам тратить на них свое время.